друзья подписчики всем огромный привет с вами джин локс сериал новости ремонта серия по моему 14 в общем знаю что вы не поверите скажите что все монтаж вот он мой гараж вчера он горел целый день шел дождь во вчерашнем видео смотрите поэтому вчера в основном там какие внутренние работы дел сегодня дождя не было но все равно как-то холодно и был ветер временами поэтому ну солнце очень мало пробивалась вот короче пришел где-то не знаю пол девятого начал сразу собирать нужен тут геморроя конечно миллион ну тем более как я делал все так достаточно быстро чтобы успевать поэтому но где-то наверное накосячил какие-то моменты пропустил ну сейчас я просто записываю видео потому что уже начинает темнеть чтобы вам показать в каком состоянии сейчас видео тоже записываю на камеру на в телефоне что-то садится это самая батарея поэтому такое короткое вот ну плюс я еще хочу до темноты еще успеют закончить остальное конечно уже завтра доделывать ну по сборке как бы честно говоря да много здесь геморроя с этим гаражом я вообще хотел видео тоже сборки записывать но тут уже не до видео хотя бы успеть его собрать вот но осталось по сути только крыша вот она лежит и двери ну и всякие там еще эти на крышу понятно вот эта фигня там еще надо этой лентой погодозащитной заклеивать чтобы она не протекала в общем ну есть геморрой вот что видите некоторые места у меня почему-то все равно получается вот не собраны я не знаю почему то ли их пропустил то ли чего короче много дырок с таких пропущенных надо будет потом еще пройтись собрать вот ну так в общем как бы ничего сложного если вам время не жалко тратить и вы у вас есть такая ровная поверхность можно поверхность ровная под него нужно тоже углы надо размеры все это смотреть если основание как бы ровно это в принципе можно построить но так особый смысл в нем какое-то наверно только дешевизна потому что больше особо никаких преимуществ у него не вижу но это что металл термиты не саживаю потому что деревянные это сырая тут но недолго живут если они начинают намокать тоже под них основания над хорошие но деревянный выйдет ну в разы в разы дороже такого размера вот но особо как бы новостей больше никаких и нету вот это все тоже использовал для сборки сегодня еще время да просто чё я тоже не успеваю потому что еще и помогал руслан окна ставить ну там немного времени ушло но кроме этого ездил еще свой трейлер новый которая купил регистрировать в этот офис помню как она днем вышли называется служба это городская вот короче ездил туда-сюда тоже это время потратилось но даже как бы сегодня и не успел пообедать вот с утра тут пришел тоже все мокрое было это вот короче сейчас вроде чуть под суше стало ну волмарт заезжал вчера это самое купить номера для ящика короче сейчас не супер темно еще покажу так ну да то есть этот ящик я вам показывал но не было номеров я еще попарился старые сдирать их забрать практически невозможно ну вот видите короче белых не было в наличии были только черные я не знаю почему цена у них рода одинаково почему-то короче все белые берут короче я наклеил черные вот ну в общем ящик как бы уже готов к установке кроме этого чего я взял еще буквы но я не знаю буквы надо клетник не надо иногда улицу надо клетки вроде там минут на улице короче не знаю купил такую фигню тоже это самая перед отъездом частную собственность охота рыбалка траппинг это установка ловушек или треспасинг ну треспасинг это как ну проникновение на очень частную собственность с любой целью строго запрещено нарушители будут наказаны это надо на канал тоже где-то повесить ну и в принципе все вчера волмарте правда хотел ну там я ангрию забыл пилу сложить она у меня подмокла и разобрал сушить там один болт не откручивался поехал волмарт хотел эту взять блин ключи вот эти шестигранники и короче увидел носки на распродаже строительные это мне когда я обозревал ботинки деволты кроссовки мне говорили носки купить и волк или там на уроке но люди прикалываются думают что нет таких на самом деле есть и строительные носки тоже разных строительных фирм ну волмарте там ассортимента такого нету там ничего такого дорогого не продают но вот в ранглер там постоянно продается вся на рабочая одежда там есть и всякие джинсы и куртки рабочие пайты рабочие то есть ну и цены такие разумные конечно на сиеррах там на распродаже можно за эти же деньги чуть поприличнее взять там типа кархарта всяких вот этих смитов тех же я вам показывал ну ну там тоже 20 30 долларов можно рабочую одежду взять и там же вот в отделе рабочей одежде вот они так и называются рабочие носки там были разных цветов и разных видов по три пары как бы у них оригинальная десятка так по 5 но я решил взять три пачки вот эти с шерстью на зиму видите ву blend шерстяные потом они все по одной цене потом взял у такие медвейт это катон ну здесь как бы специальные для работы они как бы там усиленные типа вот тут все написано и 3 короче такие же только другой расцветки вот я в них сейчас хожу видите они с такими оранжевыми штуками светящимися вот но у них еще тут ранглер написано где-то и видела вот здесь вам видеть короче нормальные носки по пятерке получается 333 пары в пачке это ну 9 пар за 15 баксов я думаю неплохо там где-то по полтора доллара за два носка вот ну и все в принципе то есть завтра то если я даже сегодня успею еще немного гараж собрать и не знаю ну тут полчаса там максимум час осталось уже начнет смеркаться но я собираю эти милбоки в них есть встроенное освещение в их всех в импакте дрели ну и импактом я конечно в основном собираю дрели пока не пользовался ну если у меня фонари короче вот это и последнее тоже что ну потом может запишу еще отдельное видео ответы на вопросы там какие-то последнее что спрашивали тоже ну из того что я запомнил из основных вопросов по поводу освещения я купил вот это в росте сейчас вам покажу не знаю успели это установить еще завтра надо ищить крышу там чуть подлотать тоже тарпом но это надо пистолет привести этот самый пневматический компрессор запустить короче здесь я взял тарп они я не помню почему по пятерке вроде вот 5 на 7 до 499 два штуки взял но это всякую хрень накрывать это всегда надо да и на крышу пойдет один такой же 10 на 10 он дороже сколько он тринадцать долларов но тоже хорошая цена дешевле чем волна то получается не нормальной тарпы написано экстра хэви дьюти то есть типа самые прочные потому что тот что в доллар три вам показывал и руками можно порвать и по освещению что у них взял такая самая маленькая лампа но это например вот над входом в гараж нужно повесить над входом дома две помощнее одного такая носу на солнечных элементов они будут заряжаться и естественно датчики движения вот написано смошен активейтед погодозащитные и вот такая самая крутая какая-то бионическая короче на фирма был их овал я не знаю какая это неизвестно сюда до такой фирме на эти какие-то просто китайские но вообще качество хорошее должно быть у них еще есть можно если что-то купить вот все это типа обошла 60 баксов три лампы и 3 тарпа в общем ладно друзья ставьте лайки потому что работа не ждет и подписывайтесь пишите каменты спасибо за просмотр и да благоволит вам господь пока пока ваше ваше